Вы сейчас увидите, как Акопчик знакомится с моим родным городом. Мы ищем фитнес-клуб, где я буду заниматься спортом. Играем с детками. Приятного просмотра! Так, друзья, Киев, здорово, добрый день. Мы в Украине. Мы вчера вообще из квартиры не выходили, были дома, отдыхали, приходили в себя. А сегодня вышли, и уже снег. А уже тут уже всё, зима полным ходом. Идём сейчас заниматься нашими делишками. Пойдём, найдём зал, где я буду заниматься. Потом пойдём купим телефонную карту. Банковскую карту надо открыть. Короче, куча дел, как обычно, будем выполнять и заниматься своими ежедневными проблемами. Да, короче, будем гонять туда-сюда. Да, теперь первое идём в зал. Там моя школа. Я так понимаю, снег только пошёл. Все дети вот возле школы играют, бегают шумно. Вот моя родная двадцатая школа, где я проучилась целых девять лет. Девять? Девять классов я закончила. А, у тебя потом какая-то колледж был. Потом у меня колледж был, потом институт. Покажи школу. Ой, какая школа. Это красивая школа. Сейчас это вообще лицей. Лицей. Да. Это тебе не шуточки. Это уровень. А вы видели, да, что с моей школой стало? Там половину разнесли, половина стала другой. Непонятно. А тут прям жив-живо. Да, живо. Иди в сходе. Детей очень много учатся на этой школе. Ну, лицей как ни крути. Да. Да, тут еще и баскетбольная площадка есть. Я думаю, можно прийти поиграть. И что, мы сюда пришли, именно в школу, потому что тут у нас находится Сталевая Воля. Сталевая Воля. Это спортзал, который близко возле его дома. Вот там мой дом. Рядышком, буквально. Если Аку здесь подойдет оборудование, это будет идеально. Тренажерный зал, то буду тут заниматься. Да, потому что это прям минута просто от моего дома. Будет идеально. Ну, сейчас попробуем. А как всегда попасть? Позвонили на звоночек. С фитнес-клубом получилось слаза. Почему? Потому что они приходят, когда хотят. Когда не хотят, не приходят. Ну, да, это так образно сказал. Когда нету тренировок, они не приходят. Надо было, в общем, по идее, сначала списаться, созвониться и прийти тогда, когда есть тренер. Сейчас никого нет, но не попасть. Ну, в общем, это возле школы. Они там особо популярности не имеют. А приходят там под запись, тренируют и уходят. Такой вариант нам не подходит пока что. В общем и целом, сим-карты пошли, купили. Теперь у нас есть часть. Мы можем звонить, нам могут звонить. Мы можем смотреть, куда идти. Карты у нас теперь работают. Очень важно, хотел сказать, самое важное, у нас здесь карты, доступ к интернету и мы можем понять, куда мы идем. Сейчас идем в ближайший фитнес-клуб, чтобы понять, этот фитнес-клуб нам удобен или нет, чтобы там заниматься спортом. Нанюшка тоже хочет заниматься, надеюсь, это будет фральзивая информация. Это такой на бонд беру Элли и на бонд беру ее, если получится. Элли, это когда не понимает, что сказать, Элли говоришь. Так, все, были в спортивном клубе, который называется Нокаут. Это фитнес-клуб и боксерский клуб. Не подходит нам, потому что даже... Зал огромный, классный, все с ним хорошо, но кроссфит-зоны вообще не готовы. Да, дело тут даже не в кроссфит-зоне. Я понял, что кроссфит-зоны тут ожидать не надо. Хотя бы, чтобы были приспособления, штангу поднять, опустить, бросить на пол. Этим можно довольствоваться. А ты боксом будешь заниматься? Обязательно, я обрабокс. Дома. С Андрюшкой. Андрюшка, вот тебе, боксер. Это вот моя категория как раз. Не нашли пока что фитнес-клуб, поиски продолжаются. И мы увидели торговый центр, где есть спортивная одежда. Пойдем, посмотрим, все может быть. Нам нужно какую-то более зимнюю, зимнюю одежду. Кстати, вот он. Вон он. Еще пять минут пешком. Мы успели зайти, Танюшка уже пошла в отрыв. Уже все, счастье. Белый пуховик какой-то красивый. Смотрит тебе что-то. Я рад, что есть такой магазин, уже ура. Посмотрели. И обрадовали, что продается оригинальная продукция. Но ничего подходящего не шли, внимательно не смотрели. Просто хотели понять, что есть. Пока что прогулка, обзор можно так сказать. Обзор и адаптация. Да, адаптация. Привыкаем, понимаем, что купить, что смотреть. И кушать хочу. Ну и Тан, хочешь, давай кушать здесь. Чем домой приехать, как скажешь. И какой-то хотел, хот-дог может быть. Фондог. Фондог. Да, хочу, но только не могу ориентироваться. Нет, я не хочу такой еды. Хочу нормальной еды уже. Если хочешь нормальной, тогда домой гречка, курица, там все готово. Кофе можно было выпить. Давай кофе выпьем. Да, твои родители молодцы. Нас очень классно встретили. Сказали, кушайте гречку. Класс, кушайте гречку. Молодцы. Гречки у нас есть. Слушайте, хотите рис, будет вам рис. О, смотри, сколько этих. Ой, вот это вообще мое сладкое. Ушла, ушла в отрыв. Все новогодние. Все уже знают, что ты любишь новогодние. Это такие красивые стучки, посмотри. Я хочу рассказать вам маленькую историю. Мы уже не первый раз будем отмечать Новый год вместе. И каждый раз Танюшка говорила, нужно купить елку. И у нее ни разу не было елки. Я не давал ей покупать елку. Говорил, это нам не нужно. Правильно? Да, ребята, мы очень часто переезжали в разные города, где мы уже только не жили. Они все уже знают. И у нас с этой елкой каждый раз, я говорю, пожалуйста, я так хочу елку, я так хочу. Я просила, он говорит, нет, нет, ну не надо. Мы же ее через год все равно выбросим. В этом году, может быть, будет эта елка. Все, хватит рассказывать. Будет. Смотрите, во-первых, какая классная цветовая дама. Такие розовые. И вот это, слышите, это стекло. Это пластик. Это все стекло. Пластик. На, потрогай рукой. Зачем ты спуешь? Пластик, вот. Ара. Короче, вот такие. Да, счастье, молодцы. Я вообще балденна. Там несколько рядов таких. Это просто какое-то золото. Осторожно забыл. Золотой ребенок. В общем, кофе попьем, конечно, сейчас пройдется к магазину. Она там что-то увидела. Будет потом вернуться домой, потому что все, что планировали, сделали. Привет. Как ваши дела? Не могу сказать. Как вам в Украине? Пока что я не могу понять, потому что я еще не почувствовал самостоятельность. Хочешь в тишине, короче, какое дело? Нет, ты неправильно понимаешь, не по сердцу. Я хочу просто составить ресницы и сказать, что угодно. Из большого глаза. Из большого глаза. А большой не сказал бы большой. Это наши детки, которые наши бандиты. Ты готов? Поехали. Тренировка. Вот ты говорил, спортзал. Нормально у тебя есть. С левой стороны. С левой стороны. Вниз. Поехали. Ты тот. Зло. Что? Фэрла? Фэрла. Боишься? Боишься? Держишься? Пойду! Боишься? Дай пусть чуть-чуть отдохнет Оставь его уже Андрюша, убегай! Убегай от него Сюрприз! Сюрприз! Давай, Андрюша, кричи Андрюша, иди сюда, это не сюрприз Ого! Это вам двоим сюрприз Это наклейки! Наклейки не хотите? Хочем! Точно? Это хороший сюрприз? Да! Вам разделить на две части? Андрюша, давай ножницы Машуля, довольна? Хороший сюрприз? Ты хочешь каждую отдельно вырезать? Не, по четыре штучки сделаю Чтобы они там не ссорились Они не ссорятся Они умные детки Машуля, классные? Танюшка Танюшка Танюшка, и кто? Кто это? Это черный, кто это? Я черный? Да! Как ты его называешь? Андрюша Хуанки 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 Пусть здоровы Спасибо! Скажи, как ты называешь этого? Как ты назову? Акопа, как ты называешь? Акоп! Как ты? На место отдай бабочки Я отнесу, давай мне сюда Меня отнесу Меня отнесу Я отнесу Попытка номер два Мы позвонили, дозвонились Они сказали, что будут после четырех Сейчас время уже пять Зайдем сейчас посмотрим, что тут есть И есть Пар идет Ты говоришь, идет пар Да, все Сейчас пробиваем этот зал Не повторяй за мной, пошли И Все Уже открыто, видишь? Все красиво Тут прям вход, как корабль, да? Ну, не корабль, я думаю, это больше как более строгое место Форт Бояр Ключи от Форт Бояр Ладно И что итог? Итог таков Вов Мне подходит, потому что зал маленький, потолки такие же по сути, короткие И Мне там из кроссфита ничего нету, и тяжелые атлетики тоже нету способностей Поэтому Короче, штангу, то есть тебе вверх поднять невозможно Да На коробку встать и прыгнуть невозможно Да И идем, значит, завтра в зал, где есть кроссфит Это мне нужно будет ехать уже минут сорок в одну В другой конец города В сторону и сорок минут в другую сторону Завтра буду ехать самостоятельно в другой конец города Рассказывать и показывать все, что мне интересно, страшно я вижу И я думаю Может я и с тобой поеду Я тебя не беру А я тебя не спрашиваю Тогда встанешь в 8 утра, посмотрим Вот это уже не обещаю Вот это уже не пойду назвать Пока А он не хочет, чтобы ты доставал Может ему больно Хочет Хочешь, Андрюш? Тебе не больно в животик? Нет, дай Богу, куда плавно Теперь прыгай на мне Ай, молодец! Молодец! Давай еще раз прыгай Давай Давай, на окопа Иеее Все, ты с тобой летит Готов? Прижим! Все, отдых Отдых чуть-чуть Пошли не раз Ладно, давай Это моя сумочка Это моя сумочка Назвается Андрей Сумочка Андрей Ой-ой-ой Все, все, отбой 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 Друзья, доброе утро Я первый день Я самостоятельно Буду на тренировке Время 8.02 Сейчас подъедет мой автобус И мне нужно будет ехать в другой конец города В Сауст-Васлифовский Находится чуть дальше Минут сорок ехать Я решил поехать общественным транспором Чтобы понять И выпустить Все, что тут происходит Ну, короче Сидеться Увидеть все самостоятельно И отбудеться Понять, что тут мне нравится Что не нравится В принципе Это, короче, сегодняшняя задача Это я даже должна Потренироваться И вернуться домой Почти добрался Общественный транспорт Был очень сильно забит Я не знаю, как всегда Так или это утреннее время Поэтому сейчас Так сильно был забит автобус Народа было реально очень много Я давно В такой тесной компании Не ехал Ну, нормально Не шатало Не подкидывало Из стороны В сторону Водители комфортно Хорошо Возят машину Это уже радует Так что Хоть и тесно Но безопасно доехал Уже пару минут И буду в зале Посмотрим, что за жан Там Действительно Кроссид зал В этом городе Еще, как обычно Гугл Неправильно показывает Дорогу Пошел по Навигатору Гугл Дошел до тупика И просто Никуда мне не пойти Не зайти Спросил у людей Мне подсказали Там за стенкой Дальше Можно полностью Вот эту дорогу Держаться И зайти Отсюда С другой стороны Вот Гугл Навигатор Не работает Четко Где какие-то косяки есть Ой, друзья Короче, зашел в этот Фитнес-клуб Говорю Мне нужно Кроссфитом заниматься Самостоятельно Мне никакой тренер Не нужен Они говорят Нет, там кроссфит-зона Типа Именно с тренером Можно заниматься Я, короче, договорился Они говорят Ну, хорошо, ладно Мы сейчас поговорим С главным тренером И вам можно Будет заниматься Но я был удивлен Почему в кроссфит-зале Самостоятельно нельзя заниматься Так как это Нормальное явление И решил Перепроверить Открыл инстаграм Говорю Это ваш кроссфит взял Они говорят Нет, это соседняя Ладно, извините Так неудобно стало Неловкий момент Оговорился Меня уже пускают А я говорю Извините, это не тот оказывается Вот это Я туда иду А в фитнес-клуб Вот тут Я что-то не доглядел Дерево мешало Мне обзоры Все, походу Нашел уже тот Который нужен Вон Ладно В кроссфит-зал А то поперся В фитнес-клуб И все Что поделать Бывает А так Вот этот вариант На кроссфит-зону Более похож Такой болотальный И закрытый И все Походим В кроссфит-зал Все Друзья Зашел Я нашел Кросфит-зал Классный Огромный Все Что необходимо Поднимает Потом расскажу Свои впечатления Все Тренировочку закончили Все классно Зал мне понравился Все необходимое есть Тут даже есть Косяцка Привет, Паличка Такая красотунья Трется уже об мои ножки Все Тренировочку закончилась Смотрите Просто Трется И хочет внимание Косяцка Ой Двигаюсь Двигаюсь Домой Провел Где-то Два с половиной часа Мне понравилось Еще раз повторяю Все необходимое есть Единственное Что Можно Добавить Это Беговую дорожку Я бегал Вокруг Зала Вот так по кругу Круги наматывал Это непривычно Без этого Можно обойтись Но это То Чего Не хватает Не в данный момент А так Просто супер Цена Которую Они просят За месячные посещения Это просто Очень Минимальная Я такую цену Нигде не видел Это 33 доллара Месяц За посещение Кроссфит-зал Не знаю Я нигде Таких цен не видел В Армении Они стоят Вот 100 баксов И почти во всех странах Где мы Были И где я тренировался Стоимость Кроссфит-зала Было 100 баксов И поэтому Я тут очень приятно Удивлен 33 доллара Все Буду ходить В этот зал Называется Кроссфит-Винница И тут Заметил Кстати Одну Фишку Я разговариваю Соответственно на русском На украинском Пока что не умею говорить Я задаю Какой-то вопрос Они меня отвечают На украинском Я более-менее там понимаю Но Не все конечно же Не всем говорю Можете со мной Иди поговорить на русском Потому что ну Люди могут Нехорошо Неправильно Это воспринимать Но Я уже Вошел в контакт Там В зале Тренерами С администраторами И им говорю Извините я не понимаю Можете со мной на русском Они такие да Без проблем То есть все Понимают Лояльность И Обратная связь Очень хорошая Так что Благодарен всем Кто меня понимает И Нету такого типа Ну не понимаешь Значит это твоя проблема Мне везет Встречаю хороших людей По пути По каким-то другим делам Транспорт был Очень сильно загруженный А сейчас Обратно я еду Ой Приехал уже Время 12.48 Дороги Свободные Транспорт Транспорт свободный Никаких проблем Не было Да Из-за того Что сейчас Зима Кажется Что город Такой серый Но Это не так Нужно Просто чуть Внимательнее Присмотреться И увидишь Город Во всей красе Как я говорю Посмотри На город Глазами туриста И ты увидишь Совсем другие Краски Совсем другие Цвета Машулик Что у нас зараз Прича будет Да Да Бо мы куда идем На Будем Фоткатись Фоткатись В садик На венетку Да Ура Коли Збирают тебя тетя Да Прическу Зробили Да И Кофту Удили Танину Да Жуля Ты нас ведешь В свой садочек Да Покажешь нам дорогу Все Как положено Повернись 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 Ой Ти моя славнюня Наш садик Машенька Ти моя принцеса А ну давай так Щоб платько Твоє видно На хвилиночку Тебе покажу Моя Ти золота Все Держи свого мішку Машенька 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 В своем репертуаре Все Все Ну подивиться шагуанчиком Че все нормально А Либочка Тоня Куда дивись Машенька Фотосессия В разгаре Давай щечку Машенька Расскажи Что там было У тебя была фотосессия И тебе понравилось Ты теперь каждый день будешь ходить на фотосессию Ну там не каждый день Через день Там не каждый день Ну вам понравилось Да, нам понравилось Ура Мамуля Для дорогого зятя Пече Тортик Пьяна вишня Неожиданно Но факт Сторва Не пекла А сегодня пече Итак, товарищи Машуля Рассказывай Куда мы идем? Маша В садик За кем? За меня Идем в садик Забирать главного героя Которого вы очень полюбили Наши зрители Идем забирать маленького малыша Который очень оригинальный Птицу-говоруна Нет Андрея и я Андрея и я Андрея и я Хорошо, Машулик Хорошо, как? Машулька у нас чуть-чуть болела А сегодня уже активистка Да, Мария? Да Слава Богу Покажи Вот так покажи Ты больше показываешь, чем она Выкручиваться Сказать Покажи Показали Показали Итак Я хотела вас спросить Куда мы идем? Вы все убежали уже Стоять! Машуля Ребят, у нас гололед Прямо реально скользко Машуль, ничего не надо трогать Маш Там что, ледик, да? Там же? Машуля, ты шо? Активистка Да, сразу видно Выздоровела Винница, место, дружнее До детей Так Сейчас воробушка Этого надо найти Машуля Здравствуйте Что делает? Здравствуйте Здравствуйте Машуля Зви Добрый день Машуля Зви Андрюшку Привет 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 Андрюшка, кто тебя пришел забирать? Скажи Андрюша А я кто? Окоп Я как, Плюш? Я как выучила дядю Скажи Окоп Окоп? Окоп скажи Окоп Окоп, да Ты хотел, чтобы я пошел за тобой? Ты хотел, да? Ты ждал меня? Да. А что тебя одел, окопчик? А ты хочешь показать, как ты ждал? Стань. Покажи, Андрюш, как ты ждал окопа? Сильно. Я просто пылаю. Не слышит. Просто пылаю. Почему я в ушко-то не плакал? Все, ставь ровно. Это кадрик просто. Это надо забрать? Эту? Покажи окопу. Да. О, с ума сойти. Оденешь? Покажи, что же забрать эту дому надо? Это пакет. Это надо? Это надо? Да. Вы не представляете, сколько деток выбежали и все сказали, мы тоже хотим, чтобы этот дядя с черной бородой нас забрал. Воспитательница вышла и говорит, все хотят черным дядей. Довольны? Да. Да. О, а тут у нас яркий, крупный бород. Да? Давай. Давайте, все, спускаемся. Все, называется Большой садик. Вот киндеры. Андре, ты ничего не рассказавший. Куда, куда? Давай за окопом, ладно, давай. Ты меня поймал. Ты меня поймал. Тебе надо маленькую залить. Иди. Давай, Андрюш, лови Машулю. Тепа его вообще. Да. Тепа прям сильная просто. Тепа это его суперсила. Его суперсила, да. Он с рюкзаком просто спит, ходит везде, кушает. Я так понимаю, рюкзака. Да, у него очень много. Эй, ты, ты что делал? Хватит? 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 Какая цифра? Быстро. Ушки надо съесть. Ушки, ушки. Ушки, носик, носик. Тащи, кушай, носку. Больно? Нет. Где? Кусил, Машулю? Андрюш, съел вот эту часть. Боже, кушу. Так. Жрёт. Ха-ха-ха. Систер, нас забирают к себе. Иду сажусь. Копчик первый раз. У моей сестрички дома. Та-да-да-да. А тут не убрана. И мы не знаем, что вам сказать по этому поводу теперь. Ещё и пакеты дала в руки, понимаете? Сердечко. Сердечко, да. Покажи. Ой, какие диты художники. Боже, какие талантливые дитки. Значит, пока мы там накрываем на стол. Что тут роботя? Ванюха, привет. Привет. Ого. Ой, 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 ой. Маша. Смотри, Маша, что еще делает? Это самое недорогие. Этот что делает, а? Да. Что, держится за тебя? Да. Ну, всё, не мучайте мне Машу. Машулик, не бойся его. Андрей, иди сюда. Всё, поставь ты. Вот это не боится. Держишься? Он так сзади держится, ты не представляешь. Я вижу. Эти ручки. Что, Андрюш, тебе нравится? Да. Это Таня и Акоп. Саня и Акоп там, да? Андрюша, тебе нравится? И Акоп, это мне. Да. Ты кидай на баранки. Я хочу пить. Я хочу пить. О, понеслась. Понеслась. Ак, Ак, не надо. Акоп, ты их замучишь. Ой, 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 ой. Кусняхи. Кусняхи. Пока мы все усяли. А потом, как это? Лавашик, сыр. И бумага. И бумага. В гостях у сестер. Поехали. А зятьок? И у зятька. Я не понял. У сестер. Подиви на нем. Как насил накрывать. Стейки дает, а ты делаешь сестер. А я сестер. То есть, дивися. Лоб с чола витираю я, а ты в гостях в нею. Чего так? Что ты сказал? Лоб с чола. Пит с чола. Саня, да. Все, поняла, поняла. Косяк. Мей косяк. Согласка. Я теперь с камерой нервуюся. Все. Давай. Попробуем все. Я хотела показать стейки. Вони и так красивые. Саша. Не, они уже нарисованы. Давай я сходу назад. Собирает теперь лего. Давай я сходу назад. Давай не будет полный стейк. Что тут за пупсики, гномики? Все, все, ты полетел рассказывать, да? Все, все хорошо, Андрюша. Все, друзья. На этом сегодняшний выпуск завершаем. Спасибо, что посмотрели нас. Обязательно ставим лайки, комментируем и подписываемся. Если все это сделали, то вы молодцы, то мы вам благодарны. И все. Увидимся. Всем спасибо. Увидимся на следующем эфире. Пока-пока. Пока-пока.